Иные итоги фотоконкурса «Тельвиска и Устья. Твой взгляд». Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшие фотоснимки, которые в дальнейшем могли бы стать визитной карточкой для привлечения туристов в Ненецкий округ. Всего на конкурс, организованный музеем-заповедником «Пустозерск» в рамках проекта «От шабуров к пустоварам» поступило 53 фотоработы. Вообще красота была. Оно долгое, это облако стояло. Это ветровые облака. На следующий день был очень сильный ветер. Михаил Спирихин – фотограф со стажем. В поездке обязательно берет с собой фотоаппарат. Их в арсенале Михаила Александровича три. Больше всего он любит фотографировать природу. Природу чем хорошо фотографировать? Там никто не обижается, что вот я плохо получился и все. Все как есть. Все снимешь, уже все как есть, ничего не меняется. А одинаковых снимков нет. Все разное. На конкурс «Тельвиска и Устья. Твой взгляд» Михаил Спирихин представил три фотографии и занял второе место, набрав 58 баллов из 60. Третье место поделили две работы, набравшие одинаковое количество баллов. Это фотография Ирины Коткиной «Тельвисочная кибана» и Сергея Уварова «Белое безмолвие». О «Тельвиске», о «Бусте», о «Пустозерске» пишу всегда с огромным удовольствием в чумотеке и, естественно, много фотографирую. Когда конкурс объявили, я поняла, что у меня в качестве пояснения несколько очень подробнейших постов, посвященных фотографии по этой теме. Поэтому мне очень сложно было отобрать. Сюжетов очень-очень много и интересные люди, и места, и явления какие-то интересные. Но вот эта вот «Икибана» — это, конечно, юмор, присущий жителям «Тельвиски». Их умение найти в каких-то будничных вещах что-то интересное. Ну, у нас нет одинаковых деревень, у нас нет одинаковых населенных пунктов. В каждом месте есть какие-то свои особенности, свои плюсы и минусы. И вот хочется всегда как-то выделить какой-то населенный пункт. И чем дольше ты в нем находишься, чем дольше ты в него вживаешься, ты становишься какой-то некой частью этого населенного пункта. Вот Устьича, мне нравится деревня такая очень удивительная. И хотелось бы, конечно, чтобы вот эти традиции рыболовецкие и традиции поморские, а здесь карбас изображен. Они все-таки сохранялись на севере. Максимальное количество баллов по результатам фотоконкурса набрала Анна Пластова. Ее фотография «Речной причал» признана лучшей из лучших. Вот эта работа. Пожалуйста. И, к сожалению, да, не смогла Анна прибыть к нам, потому что находится в отпуске. Но свой приз — 4 тысячи рублей она, тем не менее, получит. Отдельно в номинации «Символы населенных пунктов» отмечены две работы Ивана Елисеева «На орбиту» и «За углом истории». В дополнительной номинации «За свой взгляд» и серию фотографий отмечены Михаил Спирехин за три фотоснимка деревни Устья и Ирина Коткина за три фотографии о селе Тельвиска. В перспективе эти фотографии превратятся у нас в открытки, которые будут презентовать населенные пункты Тельвиску и Устью в свою очередь. Мы надеемся, что наши планы, они и так расползутся по всему округу, и мы потихонечку начнем выявлять что-то интересное в каждом населенном пункте. Жители округа смогут воочию увидеть взгляд фотокудожников на Тельвиску и Устье в сентябре этого года. «Работы, поступившие на конкурс, они будут оформлены в выставку, которая будет приурочена к Дню Пустозерска, памятная дать именинского округа. Она празднуется в третье воскресенье сентября, то в сентябре месяце. У нашего партнера в Тельвиске, в социально-культурном центре «Престиж» мы эту выставку откроем, и все могут полюбоваться всеми. Ну, не всеми, а наиболее интересными работами». Конкурс проходил в рамках проекта «От шабуров к пустоварам» на средства гранта Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Тимченко.